Здравствуйте, вам канал Ярослава Фролова. Да, обстановка немножко необычная, но что делать. Я сейчас в гостинице в Москве. Я на обучении по вторникам. Сегодня понедельник, приехал с поезда, сутки. Вообще ужас какой-то. Хочу, чтобы быстрее самолеты начали летать. Ладно, неважно. Друзья, чтобы не срывать ролик, я вам все-таки решил сделать запись перед роликом. Да, фу ты. Ну, собственно, из-за этого я и не бритый весь. Надеюсь, вы меня поймете. Друзья, сегодня я вам покажу дом 1. Небольшой домик. Цена вопроса в районе 3 миллионов рублей. Да, да, да. Напишите ваши комментарии. Только, пожалуйста, не переходите на личности. Не надо, как обычно, всякую гадость поливать, сильно обесценивать. Я понимаю, что это большие деньги. 3 миллиона большие деньги. Но могу сказать, что за 3 миллиона в более-менее приличных местах, не у моря, далеко от моря, достаточно, достаточно далеко от моря, тем не менее, вот такие вот дома. Я вам покажу сейчас один дом. И даже давайте я вам покажу два дома. Вот, точно. Давайте я вам покажу два дома. Потому что они примерно одинаковые. Они в разных абсолютно местах. Если смотреть на Симферополь, то они вот так вот, с двух сторон от Симферополя. Да, вот я вам показал примерно район. Оба в предгорьях, но в разных сторонах. Один в Махисарайском районе, другой в Белогорском, кажется, или Симферопольском районе. Вот цена вопроса в районе 3 миллионов рублей. Плюс-минус, там даже, скорее всего, чуть плюс. Большой минус этих домов, это то, что у них очень низкие потолки. Дома древние. Прямо тут так вот надо говорить, что они не старые, они древние. Я так понимаю, им больше 100 лет. Ну, эти дома, грубо говоря, жить в них, вот жить в этом доме и рядом строиться. То есть, фактически, фактически, мы покупаем, когда покупаем такой дом, мы покупаем землю с коммуникацией. Ну и плюс, да, там будет где жить первое время. То есть, в принципе, тоже это неплохо. И все, давайте, болтать больше не буду. Смотрите ролик. Ну, вот так вот мы едем. Показывать нечего. Поэтому, увы, ах. Так, куда это мы приехали? А мы приехали. Я рад, что мы приехали. А куда мы приехали? Здесь там. Сейчас посмотрим. Так, уезжали мы туда. Ну, фактически, объехали этот дом, да? То есть, а надо было вот сюда. Вот эта улица. Ну, сейчас туман, ничего не видно. Ну, тут уж никуда не денешься. Так, смотрите. Вот это у нас. Сыть вели его 10. Давайте покажу, как всегда, снаружи. Вот по фасаду. Ну, домик, в принципе, кстати, интересно. Они его подсобрали. Купили недавно. Соседи. Соседи, я не знаю, живут, кажется, нет. Ну, тут живут. Вон, машина стоит. Тут, судя по всему, живут. Вот. Это у нас. Это что-то тех соседей. А, это счетчик, скорее всего. Это счетчик воды. Вот. Здесь всякая красота посажена. Вот. Сейчас пройдем на угол. Я вам покажу, что у нас тут. Тут вот дорога, куда мы с вами на машине уехали. Вот туда вот. Но у них не все до конца. У них где-то половина этого забора. Только сейчас я вам все покажу. Так. Пацаны, сами решите. Мы с вами это еще проговорим. Пацаны, напомните, мне все вас заинтересует. Тут есть нюансики. Так, двор не забетонирован. То есть, первое, чем я сделал, это забетонировал двор. Реально. Спереди, видите, ну, тут красота кругом. Есть кондиционер. Хороший кондиционер, мощный. Они отапливаются кондиционером. Там есть печка, из которой можно сделать камин. В дом зайдем, все покажу. Так. Здесь уже, видите, они посадили саженцы. Дальше идем. Здесь выгребная яма. Вот. Труба торчит. Выгребная яма. И здесь навесик для всякого барахла. О, кролики жили. Это, наверное, у старых хозяев еще. Еще один навесик. Мангальная зона. Но это тоже, наверное, надо снести и построить что-нибудь новенькое. Так. Смотрите как. Здесь. Я так и не понял, почему стоит вот здесь забор. Потому что они говорят, что у них участок, край участка, вот до сюда. Вот он. Ну, я так понял, что вот до сюда и вот так. Это они типа с соседями тут. Ну, точнее, у них был большой участок. Они его половин продали. А вот это вторая половина их. Что-то видите, даже вот от этого дома идет в те сараи электричество. Надо будет, кстати, вот с этим тоже разобраться. То, что вот, ну, в принципе, вот до сюда. То есть они сказали, это уберут. Ну, срежут ее, уберут. Так. Пойдемте посмотрим дом. Дом снаружи утеплен. По фасадам, по всему, ничего сказать не могу. Вот он, утепление есть. Я нигде трещин не увидел. Сейчас еще раз с вами пройдемся. Так, здесь у нас. Здесь вода. Здесь воду дают раз в неделю. Или раз в три дня, или раз в неделю. Вот в такую баку наливается. И отсюда идет уже раздача в дом. Под напором, все нормально. Здесь утеплено. Поэтому ничего не перемерзнет. Да, в корму не перемерзнет. Нифига ничего. Тут этого бояться. Я думаю, смысла нет. Так. Это уже вот соседский дом. Слышите, это хозяйка моет сейчас, видать, посуду. Вот работает насос. Труба печки. Я бы ее аккуратненько восстановил. Но все равно, если будете покупать, надо бы, вот смотрите, видите, надо бы все-таки, чтобы печник все это посмотрел и разобрал. По крыше. Да, крыша нормальная. Крыша нормальная. Здесь все утеплено. Утепление. Я же говорю вот по фундаменту. Фундамент. Фундамент. Вот видите какой. То есть, в принципе, он весь нормальный, разумный. Без трещин. Вот мы обошли весь дом. Участок небольшой. Здесь стоит насос, который закачивает воду из центра. Ну, я так понимаю, водяная станция, как она объяснила, закачивает отсюда воду. И вот туда заливает. Вот у нас счетчик. Фаза по сейденности одна приходит сюда. Да, вот. Здесь, к сожалению, одна фаза, но на столбе можно подключиться к трем фазам, насколько я вижу. Интернет в доме есть. Кондиционер новый есть. Все хорошо. Все, заходим в дом. Итак, вот она калитка. Заходим в дом. Вот здесь все пробетонировано, навесик. Газовый баллон снаружи стоит, и это правильно. Для всей безопасности. Зашли в дом, и сразу же здесь, смотрите, тут идет кухня. Кухня и переходящая в ванную комнату. То есть здесь стоит вытяжка. Вот полностью. Вода. И давайте зайдем. Сейчас вот в туалет. Здесь порядка 2,15-2,20 потолки. Поэтому не удивляйтесь. Да, здесь потолки очень низкие. Здесь, говорят, теплый полный электрический. Он есть. Разводка сделана. Вот. Все красиво, все симпатично. Анитаз. Здесь плитка по всему дому. Ну, на деревянные полы, я так понимаю, положен линолеум. Кстати, а здесь? Нет, здесь бетон. Здесь бетон, а уже по дому там уже. Вот. Сейчас мы вошли в зал. Это как, типа, гостиной, да? Вот, смотрите, вот тут. Получается, вот мы вошли. Здесь зал. Так, давайте пройдем в одну из спален. Что-то у меня есть такое ощущение, что... Во, вот. Здесь у меня такое ощущение, что немножко наклонено, что ли. Вот так вот, чуть-чуть. То есть, отапливается с кондиционером. Здесь тепло. Хорошо. Ну, потолочки. Видите, натяжной потолок. Ну, вот я его вот так вот спокойно касаюсь. То есть, если вы не высокого роста, то да, то все хорошо. Вот вид из окна спальни. Ну, как здесь сделана спальня. Вот. Теперь проходим в ту комнату. Ну, что же, смотрите, вот. Здесь печка. То есть, я трубу, помните, показывал. Здесь печка. Ее надо оставлять в любом случае. Единственное, что из этой печки можно сделать печь-камин. То есть, это несложно. Даже у себя думал это сделать. Просто, когда вы будете перестраивать, заказывать. Ее просто перестроить, оставить печью. Ну, просто сделать. Тут вот духовка, то все. Но сделать, чтобы вот, куда вы все закладываете, стеклянную дверцу поставить, и будет камин. Вообще будет классно. Вот. Но в Крыму оно должно быть. Вот такой дом. Такой дом интересный. Все. Выходим. 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 И вот он. Выход. Друзья, сейчас будет второй дом. Сейчас, две секунды, пока напишите комментарий по поводу первого дома. Как он вам зашел, не зашел. А я вам все-таки хочу кратко представиться. Друзья, меня зовут Ярослав Фролов. Я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Если у вас есть мечта приобрести дом или участок, обращайтесь. Я именно тот человек, кто сможет вам помочь. Почему? Да потому что мечты должны сбываться. Вот видите, мечты должны сбываться. Все. Смотрите следующий дом. До конца маршрута 200 метров. Так, ну и где-то здесь у нас дом. Ну, дорогу-то сделают. На дорогу присмотреть. Ладно. Думаю, вот эта машинка. Вы приехали. Так, ну вот. Подъехали, как я и говорил. То есть, вот я подъехал. Я вот тут остановил съемку. Вот эта улица. Показываю вам, что у нас творится наверху. Во-первых, здесь есть фонарь. То есть, здесь освещается улица. Вот прям передом освещение. Здесь стоит забор. Ну, забор, честно говоря, как-то он стоит, так вот странно. Как-то он наклонный. Но, в принципе-то, нормально. По фасаду тут особо показывать нечего. То есть, вот здесь калитка. Здесь можно входить. Дорогу сделают. Рано или поздно все равно до дороги дело дойдет. Здесь соседи, здесь жилое. Еще один фонарь. То есть, вот здесь улица освещается. Так, заходим. Заходим сюда. Здесь под квадратный участок. Кстати, очень неплохой участок. А здесь что? А, просто металл лежит. Так, сразу покажу, чтобы не забыть, где тот что-то коммунал. Это сам. Здесь, смотрите. Во-первых, у нас красота растет. Здесь канализация. Здесь счетчик воды. То, чтобы уж не забыть. Теперь пойдемте, я вам покажу весь участок. Участок чистенький. Тут можно сад посадить. Уж как, что у вас захочется. По дому. Ну, как сказать. Все непросто. Все непросто. Хотя, своих денег для Крыма, наверное, стоит сейчас уже. Вот это, это подъездная улица. Это реально тут проезд улиц. То есть, вот досюда ваш участок. Вот он. И там идет просто переулок. То есть, это вот улица, по которой ездят. Просто, да, это настолько мало ездит, что здесь сосед не заграждается ничто. А так это вот проезд. Он может вот отсюда сделать себе проезд. Тут либо выкопать, либо докопать. В общем, ваша фантазия. Вот так это все смотрится сзади. Так вот дом. Здесь соседи тоже живут. По дому. Смотрите, какая штука. Дом. Половина ракушки, половина саманной. То есть, дом очень старый. Я бы сказал, древний. Вот эта часть, я так понимаю, из ракушки. Наверное, ну, это. В общем, здесь все. Видите? Все в трещинах. Все, 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 все в трещинах. Вот так вот. То есть, вот эта часть, раз. Вот эта часть, ракушка. Чуть-чуть, видите, отходит. Ну, плюс-минус. Оно, может, и останется живое. Ну, вот он стыкует с фундаментом. Их просто неправильно состыковали фундамент. И дальше вот этот старый дом. Прям, я так понимаю, это древний дом. Ему там, где-то 100-150. Потому что это саман. Вот он. Саман из-за этого дома очень тепло. Дом действительно отапливается 3-х киловаттником. И дома очень тепло. Дому нужен. Если вы его возьмете, то тут либо надо что-то придумать. Что придумать? Ну, просто либо в нем жить, либо строить новое вот там рядом. Вот опять-таки вот канализация. Кондензационная труба пошла из дома. Она здесь не перемерзает, тут бояться нечего. Вот. Это вода летняя. Вот так. Здесь, то есть, вот там дом. Он был небольшой. И вот это пристройка. Пристройка утепленная. Сейчас зайдем, я все покажу. Так, сначала посмотрим кухню. Сначала летнюю кухню посмотрим. Да, я же вам не показал. Самое главное. Вот смотрите. Вот это идет газовая труба. Подключение к дому, говорят. Ну, где-то тысяч что. Ну, может сейчас уже будет 1150 где-то. Я думаю, со всем-совсем оборудованием дома вам сделают под ключ 200-250 тысяч. И в Крыму, насколько я слышал, есть какая-то программа, там чуть не под 2% это дело финансирует. Так. Тут у нас. Давайте сначала сюда зайдем. Это сзади дома. Тут небольшая комнатка. Нужна она будет вам, не знаю. Ну, как? Все равно, что для чего-нибудь пригодится. Здесь печка была раньше. Вот. Тут ее топили. Тут часть дома отапливалась отсюда. В принципе, гостей можно сюда засовывать. Говорят, что раньше она текла, а сейчас не течет. Я посмотрел вот за копченые потолки. Ну, мне сказали, что это не пожар был. Сказали, что... Ну, действительно, так и есть, по сей день. Стопили печку с плохим дымоходом, и она просто немножко дымила. А то, кстати, с точки зрения гостевой комнаты, когда к вам будут приезжать гости, тут немножко-немножко ложится, да и нормально. На фоне всего остального. Так. Так. Теперь зайдем в летнюю кухню. Летняя кухня у нас евро. Так. Перед тем, как туда входить, я вам хотел показать вот это, чтобы вы понимали. Здесь большая беда Крыма. 16-амперный автомат, причем он опечатанный. То есть вот это вот вам надо будет подавать. Ну, скорее, с 380. Сразу проведете сюда, и все. Ну, оттуда. Так, заходим в дом. Так, сейчас сниму. Красота. Вот. И вот он, дом. Смотрите. Тут вот такая кухня. Действительно, все по-современному. Все классно. Здесь только один нюанс. Высота потолкова здесь 2,10. Здесь, ну, где можно покушать. Вообще, летняя кухня в Крыму нужна. Потому что летом готовить дома, это придется гонять кондиционер. Вот так. Под домом. Вот, там не подошли. Под домом здесь подвал большой. Вот. Так что вот. Вот такая вот здесь красотень. Здесь плита. Грязовый баллон стоит здесь. Но я бы выкинул на улицу. Так. Выходим. Опаньки. Заползем до дома. И пойдемте, я вам покажу дом. Итак. Вот оттуда мы с вами зашли. Вот везде-везде шли. Но вот здесь есть. Я вам показывал снаружи. Есть калитка. Не видно снаружи, но вот она есть. Здесь вот по бетону можно дойти. То есть без грязи, без сего. Давайте заходим в дом. Дома очень тепло. Реально. Причем отапливается всего лишь тремя киловаттами. Здесь у нас небольшая-небольшая такая какая-то прихожая, где можно повесить все. Раздеться. Сразу при входе здесь же санузел, умывальник, стиралка. Ну, подключенная. В доме сказали, ничего не оставят, все увезут. Либо как договоритесь. Тут уж вы сами будете договариваться. Есть унитаз, есть душевая кабина. Ну, думаю, унитаз-то с душевой кабиной-то оставят. Это, я думаю, оставим. Ну, а все остальное мебель, если будет нужна, просто вам надо договариваться. Бойлер для горячей воды висит. То есть все тут, заходи, живи, по большому счету, дом. Так, проходим в зал. Здесь зал-гостиная. Здесь высота потолков 2,20 с копейкой. 2,27, кажется. А, 2,227. О, 2 метра, 227 сантиметров. Или что-то, 227 миллиметров. Надо. Так, тоже так. И проходим дальше. Дальше здесь вот еще одна проходная комната. Печка. Причем эта печка, они говорят, рабочая. Настоятельно рекомендую не выкидывать. Если уж очень не нравится, сделайте из нее камин. Ну, как вы говорили, не камин, а печь-камин. То есть просто стеклянную, опять-таки, дверцу сделайте. В Крыму печку надо оставлять. И здесь вот еще кабинет. То, что, ну, это пристройка, да? То есть тут вот такой вот потолок такой. Чистый кабинет. Или, опять-таки, гостевая спальня. Тут уж детская. Или ваша спальня. Тут уж как вы сами надумаете. Вот такая вот красота. Ну, надо. Иллюзию питать не надо. То есть этот дом, конечно, старенький. Но заходи, живи реально. Все, выходим, выходим, выходим. Выходим. Вот он у нас выход. Друзья, посмотрели ролик. Поставьте лайк. Не забудьте. У меня есть телеграм-канал «Подбор дома в Крыму». Ссылка на все мои, ну, почти на все мои соцсети есть в описании. Также в описании есть ссылка на опросник. Если вы хотите обратиться ко мне по подбору домов или участка в Крыму, заполните опросник. И я буквально в ближайшее время с вами созвонюсь. Ну, когда я не в гостинице командировал, потому что завтра у меня целый день обучения. Пишите. Выдастся свободная минутка. Я, если увижу, что вы мне прислали опросник, я вас наберу. Хорошо? Все. Пусть у вас все будет хорошо. И еще раз хочу вам сказать, друзья, мечты должны сбываться. Пока-пока. Увидимся. Напоминаю, каждое воскресенье у нас на YouTube-канале Ярослав Фролов стрим из Крыма. Приходите туда ровно в 9. Не опаздывайте. Пока-пока. Ну, теперь до свидания. Где у нас мышка-то? Где у нас мышка-то?